Тверкинг Тверка имеет свои корни непосредственно с африканских стран То есть первые, так скажем, оформления, первые движения какие-то пошли оттуда Причем это все танец, не несущий философию как таковую с одной стороны Но в то же время позволяющий и позволявший людям тогда просто расслабиться, наслаждаться жизнью Помнить о том, что танец этой жизни, в принципе, радоваться нужно каждый день И уже позднее, где-то в конце 90-х в Америке, не в России, проходила серия вечеринок На которых, естественно, были рэп и хип-хоп исполнители И афроамериканки использовали движения как раз с, так скажем, будем так говорить, базы африканского начала тверка Плюс какие-то элементы дэнс-хола, да, в дэнс-холл фимейле тоже очень много работы пятой точкой И непосредственно такой пластики Вот, и все это как бы соединилось, они танцевали это на хип-хоп-вечеринках То есть преимущественно работала у них пятая точка, да, вот эти базовые движения, они их собирали И все это накладывалось визуально на хип-хоп-музыку И вот с этого момента где-то уже, наверное, начало 2000-х обосновался и уже оформился и на тверк, какой мы видим вот сейчас, в данное время Ну, естественно, в России все приходит гораздо позднее, чем на Западе Где-то тоже это начало 2000-х, только позднее, там, да, в 2004, 2005, вот эти шестые годы Это как раз еще бум был, почему? Потому что стало популярно танцевальное, ой, не танцевальное, а музыкальное направление трэп Стало повально модно организовывать трэп-вечеринки И наш город это не обошло стороной, то есть у нас тоже на протяжении нескольких лет Очень много ребят, хип-хоп и рэп-исполнителей проводили трэп-вечеринки Где они приглашали нас в качестве тверк-гоу-гоу, будем так это называть, да, то есть потверкать И, собственно, задать вот это настроение, передать дух того, как это зародилось в Америке В России все вышло немного на более серьезный такой, скажем, уровень То есть появился такой термин тверкографи И его впервые вела такая исполнительница, как Фраулис, да, хореограф известный, очень именитый И российский, и зарубежный уже на данный момент Все ее видео тех лет 2006-2007 года, они взрывали просто интернет Мы, девчонки, которые просто на это ориентировались, мы это пожирали глазами, мы хотели так же И до сих пор уже, сколько лет она в этом стиле, да, в этой культуре И каждый раз она делает что-то по-новому в тверкографи Подразумевал собой не только владение только базовыми техниками, трясками, шейками Что изначально, да, появилось, но и создание хореографии То есть использование, комбинирование вот этих движений с лексикой других стилей Такие как хип-хоп, дэнс-холл, все что угодно Хиллс, то есть можно даже сейчас увидеть тверк на каблуках Одна из русских тоже имен, это Лилия Едиханова, она же Лилия Банчинча Вот, тоже, ну, как бы яркий представитель Плюс она одна из тех, кто очень сильно внедрила в этот стиль акробатику То есть всевозможные фрезы, элементы, стойки Тот же самый бутешейк на голове Просто смотреть на тряски, просто только базовые элементы, к сожалению, не актуально, не интересно И вот как раз таки это зависит от уровня хореографа, от его развития, заинтересованности в данном стиле Чтобы это было не скучно, не банально, а именно взаимодействовал и, короче, играл разными красками В Поволжье, в принципе, у нас нету прям такой сильной тверк культуры Это все было, но кому-то со временем стало неинтересно Опять-таки, вот прошло это время, да, кто-то вылетел из этой культуры, кому-то там разонравилось и тому подобное Кто-то ушел в другой стиль, поэтому я не могу сказать, что у нас очень такая сильная культура танцевальная именно тверк направления Но будем надеяться, что это будет по мере исправляться и развиваться все-таки тоже на уровне других городов Катя, хочу начать с тобой сразу о мифах Мифы в тверке Первый миф – это непосредственно, что если нет пятой точки, то значит ничего не получится То есть, почему это миф и почему развеем? Потому что пятая точка у каждого, в принципе, у каждого анатомические мышцы построены одинаково Как ни крути, как бы, я думаю, что каких-то особенностей отличающихся сильно нету Поэтому это мышцы, это значит, что свои мышцы можно как прокачать, накачать, так расслабить и тому подобное То есть, мы можем управлять своими мышцами, какой бы комплекции мы ни были Худые, толстые, нормальные и все в этом духе То есть, это миф То есть, любая девушка среднестатистическая может заняться тверком Независимо от размера пятой точки Да, абсолютно, абсолютно И особенно здорово, когда приходят девушки в теле Потому что большинство из них закомплексованы какими-то своими, да, там мы слишком угловенно по поводу своей фигуры Но зачастую, наверное, процентов 80 именно у них получается проще И не только из-за того, что, ну да, понятно, объемы позволяют больше и, соответственно, выглядит все объемней Но и в целом, как бы, они как-то это проникают, что ли, в это чувствуют И большинство из них раскрываются И тем самым не только учатся танцевать тот стиль, да, на который мы пришли Но и внутренне они обретают какую-то, ну, свободу, да, свободу, может быть, даже отчасти, сказать, гармонию с самой собой, да, своим телом Что тоже важно вообще для каждого человека Второй миф, что это просто, что это просто трясти И это делают бездельники, люди, которым нечем заняться Или нелегкого поведения Девушки, которые хотят привлечь тупо мужское внимание Это миф, развиваем Девушка, приходя на любое танцевальное занятие, в частности тверк, посвящает время себе и своему прокачу, своему развитию То есть работе над своим телом, над своей же музыкальностью То есть внимание других ей абсолютно в момент занятия, допустим, данным направлением не интересует Вот, поэтому это стопроцентный миф И то, что это просто, это вообще огромное заблуждение Потому что физически на тверке будем, вот, я называю объективно, так, между собой, чеком кардиозанятие Потому что если целый час, вот даже один час, 60 минут мы будем заниматься только базовыми движениями Без вкрапления других стилей каких-то, да, то есть исключительно техники тверка То мы просто так употеемся и так задохнемся, что, ну, как бы, количество сожженных килокалорий Там только можно считать по фитнес-брослету Поэтому это, на самом деле, огромный физический труд Как и любой вид спорта, и танцы, и в частности данный вид Он требует колоссальной нагрузки Вот, поэтому это априори не может быть легко, никак Ну, наверное, еще тоже заблуждение многих диванных, опять-таки, критиков в том, что тверк танцует только в трусах Опять-таки, да, девушки нелегкого, так скажем, легкого поведения Вот, тоже миф, потому что этот стиль можно танцевать в любой удобной одежде То есть это не говорит о том, что нужно одеть трусы по самому некуда, да, и обязательно это в камеру натряхивать Можно одеть любые свободные лосины, да, которые не будут как спортивные Вот фитнес есть, вытягивающие, вот такие не подойдут Можно одеть штаны свободные То есть абсолютно то, в чем комфортно расслабить и напрягать свои мышцы То есть это тоже заблуждение, что на этот стиль ходят только в трусах и, не знаю, оголятся Понятно, что танец – это язык тела Вот все-таки тверк, о чем это? Вообще, любой танец, вот абсолютно тоже мое мнение, что любой танец – это язык свободы Просто у каждого танца есть свое настроение, какой-то свой личный, не знаю, орел какого-то Ну, каждый чувствует себя музыкой, даже та же самая музыка Здесь мы не будем под классику танцевать Слушай, ты сейчас представила, что тверк можно под классическую музыку, представляешь? Ну, это прикольно Кто-то делал, да, когда-то был такой видос популярный, я не помню, в 2000-х Где просто пятая точка, такая девушка была на видео И какой-то, по-моему, то ли Моцарт была композиция И она сидела с сокращением мышц, обыграла вот эту, ну, как бы мелодию Помню, это видео стало очень популярным, было забавно, конечно Ну, то есть эксперименты, почему бы нет, кто-то делает Прям такой плейлист, давай от тебя, под какую музыку можно танцевать, там, виды, разновидности Самое сочное и самое любимое, это под хопчик, под хип-хоп Ну, как бы, опять-таки, я рассказывала про историю, да, что именно тверк, он вот обозначился Когда все эти движения, которые ранее танцевали, допустим, по той же самой дэнс-холл музыку Не знаю, под какую-то реггетон тот же самый, да, можно, но оформился-то он именно под хип-хоп Поэтому, соответственно, со звучанием в музыке хип-хопа выглядит, на мой взгляд, самая, как бы, сам... Ну, круче всего тверк, вот Также дэнс-холл, я упоминала уже дэнс-холл музыка, да, под нее очень часто можем видеть Причем танцоры-дэнс-хольщицы, да, вот они как раз частенько совмещают в себе несколько стилей То есть дэнс-холл, дэнс-холл фимейл, это женственный, как раз тоже там около, много похожих движений, как у тверка Только все равно техника немножко отличается И тверк, потому что они любят одну вот эту музыку, да, и комбинируют вот базу этих движений, этих стилей, да, в них, так скажем, соединяют себя Вот, поэтому основные, мне кажется, хип-хоп, дэнс-холл А так вообще никаких рамок в танцах, как в любом творчестве, нет И можно танцевать под все, что угодно То есть это уже фантазия человека, если прет под какой-то трек или под какой-то стиль музыки Пожалуйста, ты волен делать все, что угодно, главное, чтобы тебе это нравилось И если это, ну, чтобы было круто, выглядело Не только работают ягодицы, правильно? Что еще прокачиваете? Там ноги, руки, корпус, соответственно, таз, это же тоже все двигается Я же правильно? Все правильно, все правильно, все правильно Ну, во-первых, тут я, наверное, скажу о том, что очень важно делать правильно Как бы базовый элемент тверка Почему? Потому что можно, если неправильно хореограф показывает технику, то можно себе навредить Если вы видите, что в момент, как бы, когда девушка танцует вверх, у нее работает спина Это неправильно, если мы каждый, даже вот каждый, не знаю, там, два раза в неделю по два часа будем вот так вот постоянно перегружать спину Ничего хорошего от этого не произойдет Поэтому работает у нас поясница, поясничный отдел Работают, естественно, напрягаются у нас мышцы ног Это сто процентов, это подкачка Работает пресс То есть, на самом деле, мобилизация мышц здесь колоссальная Вот, и работает много что Пятая точка, если мы говорим непосредственно о виновнице данного стиля То она, естественно, преображается Если девушка занимается этим стилем, то это, знаешь, ну, как сродни Ну, занятия в тренажерном зале накачивали Да, только здесь, я думаю, это еще происходит веселее, потому что с музыкой Вот, с каким-то интересным, ну, разнообразием вообще движений просто, как минимум Кроме спины достается и колени Из-за нагрузки больше всего страдают мениски В тверке не столько много движений в партере, сколько и с положений полуприседа Вообще, как-то нужно следить за своей формой В плане, делая акцент на ягодицах своих Может быть, на той же самой тренажер В тренажерном зале качаться Ну, я даже не думаю Я уверена, что все происходит Все приобретается Нужные формы, нужное качество кожи Оно все в течение занятий, да Как бы развивается Это 100% То есть, готовиться заранее к занятию То есть, до прихода на занятие Значит, там, обязательно покачать пятую точку Там, сделать несколько, там, обертываний Еще, пожалуйста, антицелитный массаж Это все глупо То есть, не имеет даже смысла Потому что, ну, это все будет в процессе непосредственно Главное, не бросать и не останавливаться То есть, вообще, классно тверкать Примерно, сколько должно пройти тренировок Просто очень часто с кем-то разговариваю Они называют, там, три года, например, там Тверкать, допустим Или, там, через два часа И у тебя уже там что-то появится Какие-то движения, класс Мне кажется, вот, по своему личному опыту Что где-то не менее месяца Я не говорю о том, что это будет профессиональный уровень И все будет, вау, можно как бы не заниматься Нет Но где-то восемь, не менее восьми занятий Нужно на... Первые два занятия происходит тупняк Сразу Ну, то есть, ничего не двигается Ничего не работает Там, переосмысление вообще Зачем я здесь И нужно ли оно мне Следующие три-четыре занятия Это уже постепенное какое-то осмысление И, как говорится, доходит до мышц То, что им задают Вот И уже еще там два-три занятия Это уже какое-то, ну, не расслабление Типа все получилось Но уже какое-то адекватное восприятие Уже происходящего И можно понять вектор направления Что нужно, что не получается Что-то по-любому уже получится Что-то не получится Что-то нужно прям даже тренить Вот Но, как бы, я считаю, что Менее месяца Вообще ни один стиль Не зайдет даже там, не знаю На минимум процентов Вот месяц И после этого уже Дальше-дальше наращивать все Ну, то есть, не завязывать Не бросать Вот Можно вечно смотреть на огонь Воду и бутешейк батлы Система мало чем отличается От батлов в других стилях танца Здесь тот же принцип выбывания Музыка подбирается диджеем заранее А вот танцовщицы Все-таки большая часть участников Прекрасная половина человечества Импровизирует На то, чтобы показать Всю свою харизму И профессионализм Отводится полминуты Оцениваются музыкальность Наличие базовых элементов Танца и оригинальность Организовываются зато лагеря Кстати говоря Танцевальные по этому направлению Ивенты То есть Прямо отдельные какие-то мероприятия Посвященные сначала Допустим прокачу Там воркшопы Мастер-классы И затем финальные джемы Батлы То есть, вот И организаторы Соответственно Это представители этого направления Одно время, знаешь Был такой бум Когда стали Ну несовершеннолетние девочки Этим заниматься Это очень вызвало Большой резонанс Я лично там читала Видела, смотрела Вот вообще Есть ли возрастной ценз У этого стиля? На самом деле есть Да, я помню Вот эти истории С пчелками Которые тогда взбудоражили Конечно Ну Я считаю, что да Все-таки Стиль тверк Так как мы работаем В основном Я бы говорила Что типа это все вместе Там все другие стили Но Как бы Философия Это зарождение Она шла С определенных частей тела И все равно Несла себя Мы Я не говорю Что типа Сексуальный подтекст Но все равно Какое-то Ну Как объяснить Все равно Вектор Вот этого присутствия Он есть Вот Поэтому от него Никуда не деться И этот штамп Особенно В русском Так скажем В российском обществе Он плотно закоренился То есть в Америке Это еще могут понять Вот А у нас Это все сложно Поэтому я считаю Что ранее 16 лет Вообще заниматься Ну как бы Нету смысла Девочки Это какое-то До 16 лет Можно другие стили освоить Классика Народный Акробатика И все остальное А уже потом Повзрослев Можно уже Попробовать себя В других стилях Ну в общем Мужчины в тверке Я так понимаю Это стало уже Чуть ли не традицией В принципе Что людей Молодых Мужчин Стало много В этом виде Ну Конкретно в тверке Наверное Не очень много Сейчас вот В стрипе И в полдэнсе Да На самом деле Прям повальный Какое-то Тотальное нашествие Парней Ну почему Как говорится Why not В тверке Есть Есть тоже парни На самом деле Это уникально Потому что Именно Ну как бы Тверк Стиль Он все-таки Как-то Антомически Больше мне кажется Предназначен Для девушек Ну Не то что типа Писано там Черным по белому Надо Но как-то Логически На мой взгляд Представлялась Это ранее Так Вот Но есть Есть представитель Вот По-моему С Испании Да Он Джек Гомес Ну как бы Парень То есть Танцует На профессиональном Реально Реально Круто Исполнено Ну опять-таки Why not Да Как говорится Почему нет Что Что нужно для того Чтобы российский ум Российское мышление Поменялось В сторону того Что Это интересно Это развитие Это как минимум Да Развитие групп мышц Вопрос конечно Утопический Такой Риторический Не знаю На самом деле Это очень сложно Говорить за всю страну Что нужно Потому что Объективно Все равно Да Благодаря таким проектам Как танцы на ТНТ Благодаря еще проекту Который на первом канале Да Как-то все равно Разум У обывателей Да У обычных Людей Которые никогда Там не связаны были С творчеством Все равно Начинает проясняться Это чувствуется Но все равно Это очень сложно Взять И за там Не знаю Десять лет Поменять мышление Особенно постсоветского Времени У большинства В сторону Ну как бы Вот этого Развития Молодежного Но в то же время Адекватного То есть не пошло Это короче сложно Это очень сложно Донести Особенно сложно Из-за того Что кто-то Это делает круто Ну то есть Прям ты смотришь То же самое Там Елена Яткина Да Ты думаешь Вау Круто А кто-то Выкладывает Там допустим В том же самом Интернет-пространстве Да Какую-то дичь Ну то есть Опять вот про то Что я говорю Ну там В трусах Не знаю Просто одно и то же Болтается Трясется И как говорится Ну конечно Кому это понравится То есть И возможно Если бы больше было Хорошего материала И хороших хореографов И хороших выступлений Работ в этом стиле Может быть Было бы и быстрее А так это сложно Ну и в целом Не знаю Мне кажется Это просто надо Людям самим Интересоваться чем-то Если человеку В принципе Неинтересно Вникать Даже просто Погуглить Что ты заинтересовавший Там термин Или стиль А что это такое И посмотреть А сразу Выдать кучу негатива Потому что он не понимает В этом ничего Но как бы Я это все Как бы обматерю Я не знаю То есть обзову Как бы Нехорошими словами Вот Поэтому не знаю Честно признаться Это процесс будет долгий И он должен быть С двух сторон И со стороны Танцоров Профессиональных И со стороны Адекватности Развития У людей Мышления Ну и мой традиционный вопрос В данном случае Три главных качества Танцора Тверка Ну первое сто процентов Это отсутствие стеснения То есть Не надо стесняться И вот люди Которые танцуют этот стиль Они в первую очередь Они не сразу Может быть Не с первого занятия Поверили в себя Естественно Все начинают Как бы Зажато Так скажем Но В основном Эти люди Поверили в себя То есть Стиль Который дает Себе Чувство уверенности Со временем Вот Даже не Не из-за того Что типа Просто круто работает Пятая точка Ой Все Все в жизни Замечательно Я уверена А просто Самое ощущение Какой-то личной гармонии Это очень сильно Выделяет танцоров Вот Именно Тверк направления Какие бы еще Качества Ну конечно же Это подтянутая Пятая точка Девчонки Которые занимаются Более года На самом деле Им грех Жаловаться на фигуры У них всегда Подтянуто все И Отсутствие Каких-либо проблем С этим Мне кажется Крутым фактором Является То что Не то что Обязательно Вот ты научишься В этом стиле Танцевать И будешь покорять Танцпола Ходить специально Трясти пятую точку Нет Не в этом суть Но тем не менее Правильно двигаться Какие-то элементарные Причем вещи И в плане музыкальности И в плане вообще Владения Своим телом То есть Ты будешь понимать Где у тебя Корпус Где у тебя Таз Где у тебя Ноги И вот это Мне кажется Тоже является Преимуществом У танцоров Тверка То есть Там четко идет Контроль В тверке Изоляция Что ты делаешь Ниже Поясничного отдела Что происходит Там с корпусом Что происходит С ногами Там с коленями И руками То есть Это мне кажется Преимущество Кать А вот вообще Сколько базовых элементов В тверке Ну насчитывается Слушай Ну я тебе точно Сейчас количество не скажу Но это не порядка Там ста С лишним То есть Это небольшой Десяточек На основе которых Строятся Просто уже Вариации Быстрее Медленно Какие-то Добавляются Комбо То есть Ну это все Варьируется Так скажем Золотой стандарт Длительность исполнения Тверка Две минуты Полноценный танец Мы разучивать не стали А прошлись По базовым элементам Первый элемент В узком кругу тверщиков Именуется техникой Подкидывания Подбрасывания Техника подкидывания Подбрасывания Мы ее называем так Между собой То есть значит Что мы сейчас будем Подбрасывать Нашу пятую точку И первое О чем нужно подумать Это о том Что мы работать будем Пятую точку Нужно расслабить То есть Не напрягать Как мы привыкли Допустим в залах А наоборот Расслабить Работа мышцы И у нас будет Поясничная Нижняя Поясничная точка Я ее называю Надкопчиковая точка Вот И непосредственно Ей Мы будем Мы ее будем сокращать И ей Подбрасывать Пятую точку Ну Совсем стоячие позиции Сложно Поэтому я предлагаю Так Я предлагаю Присесть Вес тела Мы упираем Прямо в колени Ручки прямые То есть руки Не сгибаются Чтобы это не выглядеть Как паук какой-то Вот Далее У нас здесь уже Образовался Прогиб Должен образоваться Почувствовать прогиб Что нам нужно делать Мы В ногах У нас будет Небольшая пружинка То есть Вот я буду Чуть выше Подниматься Чуть ниже Но это не должно Быть сильным Типа Таким качем А здесь происходит Самое интересное Мы расслабляем Мышцы пятой точки И подбросили Наверх Подбросили Мы как раз таки Той точкой Да Которую мы говорили ранее То есть Наверх Опустили Это реально Но не сразу Снова И Чтобы лучше понять Эту технику Нужно представить Что сверху падает Мячик для пинг-понга Или тенниса А главная задача Его отбить Своей пятой точкой И получается И Да И И Ага И И чем больше Мы расслабим Нашу пятую точку Это сначала Да Как раз таки То с чем сталкиваются Вначале все Это с тем Что невозможно Расслабить Кажется Что это нереально Но это реально И соответственно Ну самая удобная позиция В которой мы делали Да Если Далее мы можем Работать с темпом Ускорять Да Делать Форматишек Получается Здесь она работает Да Но работает Именно нижняя часть Да То есть Если бы Вот так Это было бы неправильно То есть Мы перегружаем А когда у нас Корпус Да Вот чувствуешь Да Когда здесь Прямо забивается Вес тела При этом не на всей стопе Больше нужно опираться На ее переднюю часть Поэтому пятки Будут отрываться Особенно Если мы ту же самую технику Попробуем В позиции стоя То есть И Наверх И Наверх И Наверх То есть Отрываются Пяточки Чуть-чуть Да Вот эта вот Рабочая Есть Позиция И конечно же Вот чем больше Ты расслабишь Тем амплитуднее Будет вот этот Подброс То есть И И И Бум И Бум Вот здесь Ты понимаешь Для чего нужна Удобная одежда Слишком обтягивающие Лосины Плотно сжимают Ягодицы И не дают им Расслабиться Ну еще одно движение Может попробуем сразу У нас есть косточки Заведанные Правая Левая Это ориентир Мы будем расслаблять Поочередно То правую То левую ножку За счет коленки Да То есть немножечко Они будут подвижные Упираться Упираться мы будем Так же Как и в предыдущем случае И Мы сейчас Корпус Плечи Ничего не работает Не шевелит А вот эти косточки Мы поочередно Сбрасываем в центр В диагональ В центр Это будем считать Вот здесь То есть То есть Да Да То есть И И И И И Вниз То есть Вниз Вниз Если я встану Смотри Если я выпрямлюсь То это будет Вниз Ровно То есть Правая Вот я прям положу Руки сюда И И И И И И Это тоже самое Но в этой позиции То есть Косточка сброса Вниз в центр Вниз 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 А вот это не надо Подкинуть Нет Да Это уже другое То есть Это мы с тобой Просто по точкам работаем Да И И И А теперь Расслабляйся В этом Все круто Да 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 Я сейчас понимаю Как значит Расслабить ягодицы Да И ты можешь тоже ускоряться Не обязательно вот так сделать Ты можешь делать подряд А можно это делать в формате шейка То есть Ты берешь это движение Да 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 И чем больше расслабляешься Тем легче О Вы еще здесь? Ну тогда слушайте В 2014 году В Нью-Йорке Был установлен Мировой рекорд По тверку Тогда тверк Танцевали сразу 358 человек И несмотря на то Что большинство Участников действия Были не профессиональными Танцорами Мероприятие Таки получилось Массовым И эффектным Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok